В Лопатинской средней школе открылся IT-куб – центр цифрового образования детей, цель которого – приобщить школьников к деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. На площади 600 квадратных метров 8 учебных залов. Здесь ребята могут заниматься программированием, создавать мобильные приложения и работать с виртуальной реальностью. В IT-кубе 6 направлений – основа программирования, разработка мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника, системное администрирование и кибербезопасность. Направление программирования на языке Python. Курс двухгодовой дает детишкам уже такие достаточно серьезные навыки, которые могут им пригодиться даже при трудоустройстве сразу. То есть они могут уже базовые задачи программирования на этом языке выполнять. Создание центра стало возможно благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» и приоритетному национальному проекту доступное дополнительное образование детей. Центр открывает перед ребятами поистине безграничные возможности, считают педагоги. Я надеюсь, что вот этот вот наш центр, IT-куб, который является частью федерального проекта образования, он поможет нашим детям получить первоначальные профессиональные навыки, а может быть в дальнейшем и определиться в выборе профессии. Сейчас в центре проходят ознакомительные занятия, чтобы ребята могли понять специфику каждого направления и определиться со специализацией. Я уже заявку подал на Python, то есть программирование Python. Мне очень понравилось. Я не ожидала, что вот за полгода все вот так построят. И классно. И техника новая. Я вот настрою всякие наушники, мышки, зарядники. И то есть все для удобства сделано. Центр оснащен по последнему слову техники. Более 80 компьютеров, планшеты, 5 разновидностей шлемов дополненной и виртуальной реальности и множества специфической аппаратуры. У каждого куба своя специфика, да, и у него в большинстве своем спецоборудование. У робототехники достаточно много различных компонентов для роботостроения. То есть начиная от сборных конструкторов, заканчивая дополнительными, там достаточно сложными, там, пневмодатчиками, сенсорами, там, всякими температурными датчиками. Уже набрано более 450 желающих, но записаться в IT-куб еще можно. Правда, стоит поторопиться. Занятия начнутся в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.